В далёком тувинском селе Ошина, что стоит у монгольской границы, в морозный январский вечер, по данным из открытых источников, трое подростков надругались над 10-летним ребенком. И самое главное, что делали они это целых 3 дня. Подростки 15-17 лет по вечерам водили ребенка в туалет в обычный такой сельский деревянный туалет между школой и домом культуры. Это рассказал потом родителям несчастный малыш и подтвердил на допросе один из подозреваемых. И в норме было бы похоронить эту историю в криминальной хронике, забыть, ради ребенка, чтобы зажили раны его детской души и его родителей. В норме насильников посадить бы лет на 20 за решетку. Но тут не все так просто. А совсем недавно всплыла еще одна история из ТВ, только уже с девочкой. И что же это получается? ТВ – регион извращенцев-школьников, которые готовы иметь все, что движется? Я уверен, что нет. Ну а мы сегодня с вами более детально погрузимся сразу в две страшные истории и попробуем разобраться, в чем же дело. Поэтому присаживайтесь поудобнее. А я пока перед началом ролика классически попрошу вас подписаться на мой телеграм-канал по ссылке в описании ролика и в закрепленном комментарии под видео. Там выходят все материалы без цензуры по каждому расследованию и множество интересных новостей со всего мира. Поэтому если вы еще не подписаны, то я буду ждать вас там. Республика ТВ – это субъект Российской Федерации. Входит в Сибирский федеральный округ. Является частью Восточно-Сибирского экономического района. Столица республики – город Кызыл. На западе республики ТВ граничит с республикой Алтай и республикой Хакасии. На севере с Красноярским краем. На северо-востоке с Иркутской областью и республикой Бурятия. А на юге с Монголией. И вот именно на границе с Монголией произошел этот страшный случай. Дело изнасилованного в ТВ школьника дошло до суда. Хотя семья в этом серьезно сомневалась. Мальчика в январе 2023 года изнасиловали в школьном туалете. Трое старшеклассников. Все случилось, как я сказал, в селе Ушино сразу после школьных каникул в январе. Первый раз ребенка подкараулили старшеклассники, когда он возвращался домой с тренировки по борьбе, которая проходила в местной школе. Подростки, двум из которых на момент совершения преступления было 17 лет, а одному – 15, перед этим отмечали день рождения и были в состоянии алкогольного опьянения. Они затащили ребенка в уличный туалет, где надругались над ним. Сашеклассники забугали мальчика, и о произошедшем его родители узнали только 22 января. Мать мальчика почти сразу заметила, что сын сильно изменился. Всегда активный мальчик замкнулся в себе. После школы прятался в своей комнате, а потом и вовсе стал спрашивать, больно ли умирать. К тому моменту многодетная мать уже заподозрила неладное. На нижнем белье стали оставаться биологические следы. Разговорить 10-летнего мальчика удалось только 22 января, и вскоре заявление Айзе, это мать ребенка, легло на стол следователей. С тех пор продолжалось противостояние. Долгое время семья пыталась добиться, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Не раз мать говорила, что семьи насильников известны в родном селе и имеют определенные связи, поэтому ее сына первый раз допрашивали без психолога, а потом судебный эксперт постановил, что все с мальчиком в порядке, проведя жуткий осмотр. Дело вышло далеко за пределы Тувы. Со всех уголков страны в адрес мальчика летели слова поддержки. Ему помогали и деньгами, чтобы семья отвезла сына на лечение в Москву. Родные насильников, а их дети находятся под домашним арестом на тот момент, уверены, что всю историю Айза затеяла только ради денег. Как они говорят, мать ребенка, якобы потерпевшего, ведет на нас травлю. Этого мальчика наши дети не насиловали, наши дети невиновны, говорит Айка, мама одного из старшеклассников. Она, к слову, работает медсестрой в детском кабинете и говорит, что семья Айза на очень плохом счету. То и дело у них ссоры дома, а с отчимом ее старшие сыны вовсе в плохих отношениях. Пострадавшая семья в ответ говорит, что им открыто угрожают. Как тут не вспомнить случай, что одна из местных жительниц написала заявление, что Айза ей жаловалась, что муж насилует ее и избивает. Так что он может быть причастен к травмам пасынка. Но после женщина отказалась от своих слов, признавшись, что ей пообещали деньги за клевету. Этот факт очень важен, так как дополняет общую картину. Родители подсудимых настаивают, что Айза учит ребенка, какие показания нужно давать. Родители ребенка, который подвергся нападению, утверждают, что подозреваемые подкупили эксперта. Но другие говорят, что это абсурдно, так как эксперт был в суде и утверждал обратное. 14 февраля сыновей Айки и прочих матерей, которые находятся под следствием, как обвиняемых и подозреваемых забрали. И потом с 14 на 15 февраля в полицию всю ночь пытали и добивались якобы признательного показания. Почему между заявлениями пострадавших и задержанием прошло три недели? Об этом остается только гадать. Сейчас каждый пытается доказать свою правду, но пока в сети можно увидеть только заключение экспертов, предоставленных Айзой. Она подкрепляет свои слова о травмах сына фотографиями из материалов уголовного дела. Один из осмотров был проведен 14 июня 2023 года. Насилие, напомню, произошло с 10 по 22 января 2023. В заключении все еще стоит коломазание и энурез, острая реакция на стресс. Мама второго старшеклассника работает в школе, она учитель, а отец водитель. Зарплаты далеко не шикарные, как у всех бюджетников, но почему-то у обвиняемых нет сомнений, что на них указали только с одной целью, чтобы заработать деньги. Мы считаемся самыми богатыми со слов потерпевших. Я простой учитель в школе, мой муж водитель, все знают, какие у нас зарплаты, кое-как оплачиваем кредиты. Айз говорит, что мы всех подкупили, даже правительство. Когда они уехали лечиться в Москву, даже там подкупили врачей. Мы из маленького села. Она говорит, что у нас есть в кафе и магазин, но у нас нет ничего, мы простые работяги. Широкую огласку дело получила после того, как Айза обратилась за помощью к певице Бурбани Баржай. Мать ребенка рассказала, что подростки, насиловавшие ее сына, были из уважаемых семей, поэтому ее просили не выносить ссор из избы. По словам матери с ребенком работали психологи, его положили в больницу, но потом решили выписать. Хотя ему стало только хуже. Бурбана Баржай объявила сбор средств на лечение ребенка в Москве. За несколько дней удалось собрать более 2 миллионов рублей. Вскоре после начала сбора денег телеканал Тува-24 сообщил, что вопрос с лечением мальчика находится на контроле регионального Минздрава и правительства Республики. А по поручению главы региона Владислава Хвалыге, ребенок будет направлен в Москву. Депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал передать дело мальчика под контроль центрального аппарата Следственного комитета, подчеркнув, что ребенку не оказали должной медицинской и психологической помощи. Брат одного из старшеклассников сказал, что если его брата посадят, он нас всех застрелит. В июле разбили окна в доме моих родителей, подожгли хозяйственные постройки, сарай, огород, туалет, душевую и т.д. После этого я написал о заявлении и по сей день ответа не было. Именно так рассказывает о своей трагедии Айза. Весной 2023 года против самой Айзы возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе из-за старого заявления, которое она написала на мужа после серьезной ссоры. Тогда супруги помирились и разбирательства по нему не было. По словам Айзы, следователи обманом уговорили ее мужа подписать заявление на нее, воспользовавшись тем, что он плохо говорит и читает по-русски. То, что матери не верят в виновность своих сыновей подростков и всячески пытаются их защитить, вполне естественно. Сроки за подобные преступления достаточно большие, а ответственность наступает с 14 лет. Обвиняемые привели 35 свидетелей, и это, по мнению пострадавших, только повод затянуть процесс. Суд шел в закрытом режиме, так как история касается несовершеннолетних. Спустя некоторое время в Туве вынесли приговор по делу об изнасиловании 10-летнего мальчика. Как я уже говорил, он стал жертвой старшеклассников целый год назад. Над ним надругались несколько раз в общественном туалете, но максимальных сроков, к сожалению, обвиняемые не получили. Накануне оглашения о приговоре прошли прения, и прокурор запросил сроки для насильников. Но даже их тогда не обнародовали. При этом заседание длилось с утра и до позднего вечера. Оглашение о приговоре было назначено на субботу, 15 июня, на 15.00 по местному времени. Приговор стал известен только вечером. Суд признал вину всех троих. Одному из фигурантов дали 9 лет, 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Другому 7 лет в колонии общего режима, так как он сотрудничал со следствием. И третьему 8 лет в воспитательной колонии, ему еще не исполнилось 18 лет. Приговор, как сообщается в прокуратуре в законную силу, на тот момент еще не вступил. Мама мальчика уже сообщила СМИ, что будет обжаловать приговор. Из источников известно, что прокурор запрашивал всем намного больше. Согласно пункту Б, части 4, 132 статьи УК РФ, обвиняемым могло грозить до 20 лет лишения свободы. Однако на момент преступления они не достигли 18-летнего возраста, поэтому судом наказание может быть назначено не более чем 10 лет, в зависимости от роли каждого при совершении преступления. Между тем, приговор насильника может стать не последним в этой истории. Врача, который изначально обследовал мальчика, будут проверять следственные органы. К сожалению, это не первый, не последний случай такой дикости в республике. Совсем на днях стали известны детали еще одного страшного случая. 8 июля 2024 года трое подростков из Тувы были арестованы по подозрению в изнасиловании своей сверстницы. Заявление на троих 16-летних парней написала мать пострадавшей из Тесхомского района республики Тыва. Девочка рассказала о совершенном против нее преступлении только спустя полтора года после того, как все произошло. В момент надругательства девочке было только 14 лет. По версии следствия, в декабре 2022 года трое несовершеннолетних изнасиловали свою сверстницу. По словам местных жителей, это произошло в доме около подстанции. В ближайшее время планируется направление в суд материалов для решения вопроса об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. К сожалению, правоохранители не раскрывают личности подозреваемых школьников и пострадавшей девочки из-за их несовершеннолетнего возраста и характера статьи. При этом известно, что ранее обвиняемые не привлекались к уголовной ответственности. Я со своей стороны могу сказать лишь одно. Я уверен на все 100%, что они получат свои сроки, пусть и не самые большие. Там им покажут настоящую жизнь и, возможно, после этого они никогда не захотят совершать подобные преступления. А вам я хочу сказать спасибо, что досмотрели данный ролик до конца. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, написать свое мнение в комментариях под этим видео. И до встречи в следующем ролике. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!